Ребят, сейчас будем, знаете, что делать? На максимум разгонять лодку. Волна пошла отнатуда. Тарантул, по-моему. Причем с шаром. Шар зато лоб ему поцарапал. Тут ему царапало. Ту, ешкин кот. Спонсор показа интернет-магазин Антиквар 32. Огромный выбор металлоискателей и поисковой техники. Широкий ассортимент аксессуаров и снаряжения. Обмен вашего металлоискателя по системе трейд-ин. Переходите по ссылке в описании и применяйте промокод РЫБАКОП. Это даст возможность получить скидку до 25%. Друзья, всех приветствую на канале Рыболов Копатель. Ну что, мы с Владосом сегодня стихийно решили выехать на реку Лава, что в Правдинском районе у нас. Устроим дневной сплав небольшой. Щучка, галавль, окушок. Может и жерех будет. Так что не переключайтесь. Отдыхайте с нами. Погнали. Смотрите, только какое пенное тарство. Так, ну что, я буду ловить на вот такую палочку. Нэкстина. 2,10 грамма. Длина ее, ой, уже не помню. 142, по-моему, сантиметра. Ну, в основном для стримовой ловли на форель использую. Катушка у меня вот такая, спрошная, тысячная. Шнурочек. 0,06, если не ошибаюсь. Ну, такой легенький набор. Поставил пока. Сэвыч Гир. Вертушку. А там посмотрим. А вот и Влада Баркас. Ну, Влад сказал, до конца не надо накачивать. На солнце сама раздуется дальше. На самом деле, шучу. Надо просто паелы вставить. Да. Так, лодку собрали. У Влада палочка. Оп, тоже катушка. Маленькая, тысячная. Китайская. Очень хорошая. Спиннинг, конечно же, Маргарита 2. Маргарита 2. Ультралайт. 2 метра 5 сантиметров. Так, 1,10 грамма. И здесь у нас головлевый, бензиновый, пошарпанный чабик стоит. Ну, кто знает, тот в курсе. Ну, что, выходим на воду. Вот такой водопадик, ребята. Это поселок Курортное. ГЭС, поселка Курортное. Сейчас подплывем, чисто так, снять. И пойдем по течению уже вниз. О, ничто себе, тут уже капучино собралось. Да. Капучино. Немецкое строение еще. Ну, что, ребята, первые забросы, первые тысячи забросов прошли безрезультатно. Сплавляемся вниз по течению. Пока двигаемся там, где клён шумит над речной волной. Примерно в районе клёна. Пока тишина. Я уже поставил микроколебалку. Влад продолжает с воблером своим упражняться. Ну, если будут поклёвочки, включимся. Ну, что, Влад с почином в протоку зашли. И у Влада поклёвка. Вот он. Матросик. Матросик Акунель. Упитанный барбос. Пускаем? Да. Мы сегодня без ночевки. Уха нам. Блин, сидит хорошо. Слушай, у тебя нету ножичек? Поймал, отпусти. Сорвалось, не грусти. Убежал, красавчик. Ну, что, за час вот первая поклёвка. Красота. Голова отдыхает. Птичка поёт. Тарантул, по-моему. Причём с шаром. Ещё один выход. Опять на воблер у Влада. Головлишка. Ой, убежал. Чуть поближе его. Прям против солнца встали. Вот такой красавец. Тихо, тихо, тихо. Взять ты, блять. Тихо, тихо, тихо. Тихо зажал. Сейчас начнёт, как ушата, выкладывать. Как любит. Ну, хорошо. Операция по извлечению. Ну, нельзя сказать, что рыба активна. Я пока вообще ни одной поклёвки не ощутил. Ну, Влад-то волшебник, старый. Блин, ну у меня такие губы. Слушай. У меня, смотри, морда вся покусная, видишь? Покажи. Вот сверху. Да, кто-то лоб ему поцарапал. Кто-то ему царапал. Что не строгал? Ну, что, вот и у меня, наконец, окушок. Небольшой. Ну, что, тоже поклёвочка. Хоть на безрыбье, как говорится. Освобождаем его. И отправляется он в родную стихию. Красота. Подходим к старому мосту. Наполовину приходил. Да, там перекатик небольшой за ним. Батарейка почти села. Трансляция много скушала аккумулятора. И пауэрбэнк не взял с собой. Ну, так, что-то активность какая-то у рыбы более-менее началась. Какие-то выходы. Проходим перекатик. Немцы строили еще. Ой-ё. Что-то затишье, друзья. Дрифуем, короче, по течению. Влад на чеку сидит. На чекушке. На чекушке сидит. На бутылке. Пустя два часа у Влада поклёвка. Как только трансляцию завершили, конечно. Тоже какое-то весь лицо такое, смотри, покорябанное. Головлеич. Такой тоже, грамм 300, да, наверное. Да. Вот они как раз и гуляют здесь. 300-400, может. Видно их. Вот эти песочек. Так, давайте надводим еще на пса. Сейчас я его попробую сначала прихватить. Готов. Готов хотел сказать. Да, он скользкий. Хорошо, возьми его. Вот так, да. Да. Стой. Жесткий губок. Вот, отлично. Ювелирные забросы рыболова-спортсмена Владислава. Ну что, друзья, как обычно. Камеру включаешь, ну никогда поклевки не случится. Только все уберешь, все выключишь. А у меня, между прочим, вообще телефон сел. Вот на Влада записываем. Синие стрекозы вот эти вот летают повсеместно. Друзья, ну что, вот такие вот, короче, смотрите, он какает на ходу. Вот такие головлишки стали попадаться, как только стрим закончили, сразу же вот, пошла возня. Ну, небольшие, как сами видите, в принципе. Поймал, отпусти, сорвалось, не грусти. У, ешкин кот. Ребят, сейчас будем, знаете, что делать? На максимум разгонять лодку. Сейчас Влад будет с носа снимать. Ну, спереди, как у нас, что, скорость разовьется. И на берег будем ориентироваться. Так, сейчас поправлю здесь все. Так, начинаем. Сколько у нас разовьем, интересно. На гнисер выходил. Либо лучше-то я сижу на нем. Волна пошла отмахнула. Хорош, тормози, сейчас врежемся. Вы только прислушайтесь, какая тишина. Просто тишина, релаксация полная. Произошло непредвиденное. Мы тут к мосту подплываем, подходим. Тут уже провода идут. Влад вот было перекинул. Ну, освободил, слава богу. Заснять хотелось. Я бы начал поснимать, а тут зацепил. Мы оставили. Пришлось. Ну что, наш маршрут подходит к концу. Мы даже сверх нормы прошли сегодня. Сегодня у нас такой тестовый выход был. Что, друзья, впереди у нас КОП. Я думаю, следующий выпуск это будет КОПК, конечно же. Ну и большой выезд с ночевкой на рыбалку, на сплав. Это чуть позже будет. Там и стрим, я думаю, проведем. Подготовимся. Все. Спасибо всем, кто с нами рыбачил, отдыхал сегодня. Все. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok